Вот он, дом приемов МИД на Спиридоновке, где делается история. В том числе и сегодня. Поехали! Как обычно работают телевизионщики на таких мероприятиях, как, например, встреча Сергея Лаврова и Джона Керри. Они, кстати, вот прямо здесь будут сидеть. Здесь репортерам дают снять рукопожатие, максимум приветственные слова. И нам очень везет, если кто-то из больших людей сострит или пошутит. Но потом випы удаляются или операторов просят из зала. Они ждут где-нибудь в коморке. А сегодня у нас совсем другая история. Меня зовут Илья Петренко. И мне со своей командой РТ сегодня можно гулять почти где угодно, потому что мы здесь с Марией Захаровой. Министерство на самом деле. Меня всегда забавляет, когда какой-нибудь министр вот садится так с наушниками снизу. Так вот прям сидит. Но прическу испортить нельзя. У вас включены? Вообще, почему-то мистеру Керри в России с наушниками постоянно не везет. По-моему, прошло полдня, и мы уже было хотели записать программу с преемником госпожи Псаки, Джоном Кирби. Привет. Но он тоже был занят. Вы сейчас будете начальнику помогать? Нет, еще пока нет. Когда некоторых журналистов уже покинули силы, наконец-то появилась Мария Владимировна. Мы знаем, что когда приезжает Джон Кири, когда мы с ним встречаемся, все идет, как правило, не так. И сегодняшний день не стал исключением. А пойдемте теперь я вам покажу, где и как работает сторона. Вот это мы и ждали. Обычно сейчас мы идем как раз тем маршрутом, которым приходим к прессе. Но сейчас мы делаем все наоборот. Осторожно, не упадите. Тут, кстати, никто ни разу не падал. Да, надеемся, этого и не произойдет. Теперь мы идем туда, где проходил сегодня рабочий ланч. Вот сюда-то и не пускают журналистов. Когда приезжают к нам иностранные гости, то делегации перемешиваются. И рассадка осуществляется в таком шахматном порядке. Прямо с обеих сторон вперемешку. Такой тимбилдинг на высшем уровне. Но когда приезжает американская делегация, как мы говорим, еда происходит стенка на стенку. А посередине русской и американской стенок лавров и керри. И стулья им положены побольше. Хозяин всегда должен смотреть на дверь. Всегда сидит лицом, а не спиной к двери. Дверь, соответственно, здесь. Соответственно, хозяин всегда смотрит на дверь. Он видит, кто пришел, он видит, кто вышел. Гость сидит спиной к двери. Его не должно волновать вопросы логистические, вопросы прихода и ухода. Но у гостя есть свое преимущество. Он сидит спиной к камину. Мы греем спину нашим гостям. Можно к вашему службе найти? Как правило, это вот это место. Получается по левую руку от начальника. Для переговоров с американцами стол разложен по максимуму. А если делегация поменьше, можно и длину сделать поскромнее. Я не понимаю. Люди едят, и так много действительно представителей с той и с другой стороны. Каким образом общение происходит? Есть какой-то человек, который это модерирует? Или все помочили друг другу? Модераторами являются главы делегации. Они, собственно говоря, и разговаривают. Те люди, которые сидят по бокам, могут переговариваться друг с другом, но тихо. Либо отвечать на вопросы, либо, может быть, вставлять свои какие-либо реплики, если их об этом попросят главы делегации. Бывает такое, что кто-то говорит что-то не то, и под столом кто-то кого-то? Такого, чтобы кто-то говорил не то, такого не бывает. Бывают ситуации, когда нужно что-то предложить главе делегации, для этого есть записки. Где-то, вы же знаете, бывают, назначаются министры иностранных дел, которые не являются кадровыми дипломатами, карьерными дипломатами. Для них многое вновь. Соответственно, им делают такие достаточно внушительные досье, говорилки, как мы называем, речевки. И они используют их, когда выступают. И используют это в качестве опоры своего выступления. Где-то Министерство иностранных дел возглавляют карьерные дипломаты, которые чувствуют себя в ходе заявлений пресс-конференции, как рыба в воде. Но Джон Керри и Сергей Викторович именно такие, я так полагаю. Да, да, это уже, мне кажется, такие зубры от дипломатии. А вы здесь какие-то фотографии делали сегодня? Да, я делала фотографии, когда стол был накрыт. Ну-ка. Видите, какой он огромный, сервирован. Пусть вас не смущает камера, это не камера средств массовой информации, это камера, которая по договоренности сторон фиксирует ход беседы. Это исключительно для внутреннего пользования. Не может быть такого, что без договоренности стороны приезжают и их выступления и ход переговоров записывают. А что же было в меню? Были маринованные лисички, был суп, я бы назвала это ухой, рыбный суп, и перец, фаршированный мясом лася. Также был и десерт, и на десерт, раскрывшему такую тайну, давали печенье. Печенье, конечно, оно было сервировано сливками. Будет очень много шуток по этому поводу. Оно было сервировано ягодами, но печенье юбилейное лежало на столе перед каждым членом американской делегации. И подарки, кстати, дарят именно здесь. А есть ли куда выйти погулять? Мы куда-то зайдем еще или все? Да, пойдемте, пойдемте дальше. Но у нас же все наоборот, поэтому мы идем не от начала к концу, а от конца к началу. Сейчас мы проходим в сад нашего особняка. Сегодня сюда неоднократно выходил господин Керри позвонить, поговорить. Ну и просто, мне кажется, отвлечься, сменить обстановку. Он и у нашего автобуса успел погулять. Попаганда «Булхорн» – это стейс-спонсорный «Россия-Тодей» программ. Вот момент ожидания очень интересный был, момент, как Сергей Викторович ожидает на лестнице господина Керри. Вот по этой лестнице спускается Сергей Викторович Лавров, который всегда приезжает, конечно, раньше всех зарубежных делегаций, проходит к входу и практически у самого подъезда, у самой двери встречает всех зарубежных гостей. И это вы для нас фотографировали. А вы видели, как изменился Джон Керри за эти сутки? Давайте я вам покажу. Вот он был... Свеж и красив. Да, вот теперь журналисты заметили, что у него даже синяки под глазами появились. Ну, это не мудрено, потому что вчера в Кремле они провели, по-моему, более двух часов, порядка трех часов. И сегодня марафон, несмотря на то, что он вчера закончился поздно ночью, сегодня он продолжился рано утром, без каких-либо переносов и сразу с работы. И теперь я покажу то место, где, собственно говоря, и проходили переговоры. Вот это да. Вот сюда точно никого не пускают. Нет, сюда как раз пускают и запускают журналистов на протокольные съемки, но отсюда же журналистов и провожают, и закрывают двери. И вот когда вы слышите о том, что переговоры проходили за закрытыми дверями, то это как раз то самое место, куда журналистов не пускают в ходе переговоров. А вот вам загадка. Очень часто бывает так, что они встают для того, чтобы обвиняться рукопожатиями не на фоне своих флагов, а на фоне флагов друг друга. И многие считают это ошибкой. На самом деле это не ошибка, это также связано с традициями соответствующих стран. Где-то есть протокольная практика, которая четко устанавливает, что глава внешнеполитического ведомства может стоять только под своим флагом. У американцев наоборот. И мы уважаем их традицию, но у нас сегодня было по русской традиции, по нашей традиции. Кстати, особняк этот построили почти 120 лет назад. И МИД тогда был совсем ни при чем. Здесь вообще в этом зале раньше проходили балы. И то, где сейчас расположены будки синхронных переводчиков, раньше располагался оркестр. Там вот люди сидят. Там сидят люди, и там раньше сидел оркестр. Имеется в виду, когда этот особняк принадлежал не МИДу, а своему исконному владельцу. Ни я, ни Сергей Викторович мы бы туда точно не поместились, если бы мы переводчиками были. А как руку жмут? Там есть правила какие-то? Кричное рукопожатие. Вот так просто. Да, вот просто так. Просто так вот. Но не так, а они сделают это, обернувшись, естественно, к прессе, улыбаясь и что-то такое говоря иногда друг другу, иногда отвечая на вопросы спонтанные журналистов. Вот примерно так это все и происходит. А у вас был какой-то любимый момент с этим связанным? Обожаю их встречи, фотографирую постоянно, потому что вот даже за ту минуту, иногда меньше, можно собрать целую коллекцию интересных кадров, потому что оба они, мне кажется, очень харизматичные и очень интересные люди. После того, как оба министра закончили вступительные слова, прессу попросили удалиться, и вместе с прессой удалились и переводчики, потому что дальше вся беседа пошла на английском языке. Если оба министра владеют, и большинство делегаций владеют английским, переговоры, как правило, ведутся на английском языке, но это наша такая традиция, для того, чтобы сэкономить время. Мария Владимировна, а вот это вы видели? Я готов работать, я знаю, что ты. Давайте начнем. Так что я готов работать, знаю, что вы тоже готовы, так что давайте начнем. Все обратили внимание, что Владимир Владимирович так улыбается в этот момент, а вот Сергей Викторович довольно мрачен. Вот вы сказали, что они оба харизматичны, в этот момент как-то харизма Джона Керри его не трогала. Ну, я думаю, что он был не столько мрачен, сколько сконцентрирован, потому что он является тем самым экспертом с российской стороны, к которому может обратиться президент для уточнения, для того, чтобы узнать, какие цифры, даты, названия документов и так далее. Поэтому это, так сказать, максимальная концентрация. За эти сутки Лавров и Керри разъезжались, снова съезжались и все-таки вышли на пресс-конференцию, на 12 часов позже запланированного. Фух, уважаемые дамы и господа, хотел сказать доброе утро, но добрый вечер. Но если вы думаете, что на этом все закончилось, с утра они встретятся снова. Редактор субтитров А.Семкин